давай я не против давай сейчас у меня небольшой лак внезапно на вас наваливается усталость и вы улыб улыбаетесь вспоминая какой странный был день кто-нибудь из слуг наместника в тронном зале мог бы найти вам место для ночлега мог бы наверное с другой стороны если вы завтра собираетесь идти с караваном вогнера не помешает выпить хаканом или представиться принцу о котором так лестно отзывались варлы что же мы решили либо пойти выпить либо познакомиться с принцем пошли знакомиться с принцем дайте с выражением я читаю не слушайте игра без озвучки так что будьте благодарны хотя бы марк не выпендривайся пишут вы выпить какие принципы все поздно мы пошли мы политикой решили заняться то ли это место у меня лак ну что ты вы находите принца на постоялом дворе здание окружено стражниками среди них варл с острым взглядом который должно быть работает на лудина в конце концов вас взмахом подзывает женщина в красном и встает перед вами скрестив руки на груди приветствую вас принц лудин да ты из свиты вогнера и я тебя не помню какая-то девочка получилась гей-френды не совсем так мы с вогнером старые знакомые я со своей свитой буду сопровождать вас в грофхайм лудин впервые поднимает взгляд женщина не реагирует это он и его женщины называют я не понимаю я не знаю как какая-то женщина типа подозвала но пока не показать почему я работаю на короля ношу подать и в столицу мы встретились случайно сборщик сборщик налогов и заисканная компания он мне уже не нравится тут очень хвалят твою озвучку чего ты хочешь у меня есть привычка записывать просто представиться можно пришли ну типа так выказать уважение я просто хотел представиться ты собираешь налоги земель варлов почетное занятие не важно одинаково совершенно наступает неловкое молчание вы пользуетесь возможностью уйти какой-то принцип сокомерный да реально надо было реально а вот мы сейчас пойдем пойдем так можно еще и вы да оказывается это не перекрывающие друг друга варианты замечать летописец вы находит вы находите хакана в трактире в окружении других варлов хотя варлы часто бывают в стренде такой большой группы здесь почти не встретишь хакан машет подзывая вас а ты прямиком к бочонку приложился это вогнер отказался от выпивки меня все равно не звали к наместнику ты уже пропустил резню каждый год я объезжаю земли собирая налоги каждый год именно в человеческих поселениях возникают проблемы не удивительно что на этот раз когда я попал сюда тронный зал был уже завален трупами мы добавили еще несколько ха люди думаю если бы мой век был короток как отрыжка йокса я бы тоже изо всех сил стремился оставить о себе какую-то память никогда не поздно попытаться начать хакан хакан усмехается любой варл мог бы перечислить его подвиги во многих сражениях как во второй войне как во второй войне когда он бок о бок с вогнером вырубил вырубил полчища драгов так и много раз после он только во второй вал не одной полчища драгов вырубал герой здесь я лишь прославленный телохранитель возможно ты прав еще одна причина вернуться в грофхайм думаю это будет достаточно скоро вы пьете пока в трактире вам не становится душно вы уходите наружу на прохладный воздух подышать но и действие должно было появиться вон там он great great hall подсвечивается да там где наш не пьющий друг ну значит в great hall что остается на рассвете вас будет звук прибывших повозок с товарами по крайней мере вы думаете что сейчас рассвет когда солнце застыло на месте определить трудно на у них же тут солнце остановилось на мешках товарами отпечатан герб наместника мешков столько сколько и было обещано к вашему легкому удивлению интересно если в этом заслуга эрика думаете вы думаем мы 2 плюс 20 слова ваши стражники ведут повозку золотом к воротам вогнер уже здесь через некоторое время появляется лудин со своим растрепанным и пошатывающимися людьми растрепанными и пошатывающимися людьми человеками ались алкоголики не он лудин то это принц хотя тут тоже мог могр делает шаг вперед вы припоминаете что он служит квартирмейстером вогнера в квартирмейстером вогнера и командует его огромной свитой вы знакомы с ним лишь поверхностно он спрашивает готовы ли вы выступить у нас только один вариант вариант мы естественно готовы сейчас видно что у нас 99 рационов судя по всему да 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 вы следуете за моргом к остальным за мокром боже мой простите за мокром к остальным как правило маленьких дверей вделанных ворота достаточно чтобы вы чтобы выйти из города но городской страже приказали распахнуть ворота полностью они бормочут себе под нос выражения которые лучше не слышать возможно наместник ожидал что провожать вас будет ликующе толпа но никакой толпы нет просто раздраженные уставшие люди это определение хорошо подходит ко всему страну думаете вы раздраженные уставшие люди горой раздраженный уставший городишко да с которого нужно собрать подачи сейчас будет красиво вон они там он идут весь желтый флажок несет такие пейзажи шикарные собаку так идут из тренда а куда они идут с тренда скоро ванном ведр вот это а вот это наверное не до отматываются потому что сейчас просто такой день закончился караван разбивает стоянку до следующего дня подарок говорит могур с треском распечатывая бочонок с медовухой от нашего щедрого друга наместника стрэнда в течение нескольких часов бочонки качают по всему лагерю в сопровождении взрывов хриплого смеха поднять тост за логанера я думаю это будет правильно пожалуй вы поднимаете рог произнося тост за союз людей варлов сотропезники присоединяются к вам лудин сидит с каменным лицом но все остальные смеются над вашей помпезной речью через некоторое время вы садитесь рядом с вогнером ночью зря что ли на поболтать сели до пить и веселиться еще без вариант спасибо за речь невнятно бормочет вогнер хотя это тебе же надо из вогнера ты у нас вогнер кстати обрати внимание у них уже 66 рационов осталось нажрались устроили тут понимаешь привалы все кажется ты зря пропустил прошлую пирушку спасибо могру я думал что чертов на месте наместник никогда не заткнется он тебе рассказал всю историю своей семьи он пытался затем попросил меня разгрызти свои проблемы как выясняется к вашему приезду я бы и сам тебе доверил клянусь чего кого доверил ладно трудности перевода клянусь богами никакой радости нет в политике кстати о ней что случится парс завершение этого дела с лудином надеюсь мальчишка вернется в абберранг самостоятельно а я например сына смогу выместить раздражение на драгах у него это проблемы с драгами все больше походишь на хакана тебе не нравится жизнь дипломата ничего не видно по нему что ха 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 ты не скучаешь по сражениям убин вместо ответа вы опустошаете свой кубок вогнер сутулиться и качает головой убивать драгов развлечения так себе но это я уверен что я уверен что все эти разъезды переговоры королей о том чтобы вывести чтобы ввести наследую я уверен что все эти разъезды переговоры это переговоры королей о том чтобы ввести наследование кажется понял как-то как-то вот я тоже хотела осмыслить эту что-то эти великаны как-то ведь его то говорят должны быть проще меньше слов больше дела раньше право командовать завоевывалась поступками а теперь они хотят это по наследству передавать разве не поэтому ты сейчас командуешь поэтому или потому что я следующий в очереди на престол я уже не могу понять старина это всегда было трудно понять вогнер в чатике спрашивают что за игра странно что до сих пор не ответили там же в чатике но я скажу эта игра называется баннер сага вогнер смотрит в костер задумавшись вы оставляете его наедине с его мыслями ухта это наш лагерь да покачиваясь вы встаете по всему лагерю видны следы попойки могр пинками будет воинов а вы видите лудина плетущегося в вашу сторону он обходит спящие тела лучше просыпайся вы толкаете вогнера к тебе посетитель а это желудин всегда рад ты выглядишь отдохнувшим помнишь да что там должен быть гей фрэнки голос раз уж так началось вогнер сдержан называет и получает злобный взгляд в ответ а злодина сколько еще до гроб хайма отлично видишь ли мы всего в двух днях пути от стрэнда давай я покажу тебе на карте сейчас нам покажут карту картошками будет показать огурцами отлично карта мира чтобы просмотреть карту нажмите кнопку мыши ну ладно и перетискивайте значок с портретом показывает даже суш начал надо читывать находится ваш караван вы также можете нажать на любое место чтобы получить краткую справку о нем закончив с карты нажмите значок крестик в нижней части экрана значок и в нижней части экрана подсвечиваться всяких всякие зоны вау причем названием он дорожки да эти границы горы он тоже под всякие территории да там вот она смотри она огромная вообще о боже мать гигантская тут какая-то о закорючка какая клёвая и на нее тоже какую-то справку можно получить тебе справка о закорючке сварт бог сварт бог смердящие болото трясины и то питавшись сокрушительными наверно разочарованием для строма и других древних людей надеявшихся найти себе новые земли на востоке даже кентавры не задерживаются здесь поскольку земля засасывает рассеянного путника с каждым шагом тут будут кентавры рано радуешься может все не будет тут тут вот вот по поводу перевода следует заметить а что вы хотели это между прочим не богатая независимая студия лодочка оболожки почитать ланг скиппы современный ланг скип гораздо лучше приспособлен для перевозки товаров для набегов и грабежа как это было принято в ранний период человечества с момента создания союзов между людьми и варлами вдоль западного побережья больше перевозились грузы нежели велись военные действия топ топкие трясины востока вообще не представляли никакой ценности это значит эти ланг скипы это как вот в диван двинди то слово каскасов вот этот примерно что такое волшебное слово для телепортации главные направления гугулина а это просто просто общая информация но я смеюсь вон тут всякие штуки обалденная карта мне на прямо нравится но у нее кроме расти шикарная штука а тут где-то по-моему были вон смотри кентавры нарисованы месницкие равнины ранние дни кентавров воистину трагическая история в основном развернувшаяся на месницких равнинах в те годы кентавры разгневанные отношением людей к лошадям и сами испытывая к ним конфликтующие эмоции массово корали и убивали лошадей вот мне нравится оборот конфликтующие эмоции глубоко раскаялись своем поступке и отступили вглубь своей территории полностью отрезав себя от других разумных народов кентавров не будет не ну может случайно заберем но мне кажется что вряд ли мне что нравится мне нравится вот этот как бы вот шрифт с такими как бы линиями такой прикольный такой рунический шрифт да очень классно ладно все давай играть хватит с карты баловаться там есть внизу здесь значок х короче вы можете нажать и закроется я об этом читал я запомнил мы направляемся на север затем на восток мимо фортов грофхайм далеко от стрэнда нас ждет долгий путь тебе стоило выпить прошлой ночью лудин почему бы не отправиться с грамм старт морем какой смысл эти пешком у меня устали ноги болят сапоги новые купил уже все носы избил сапог ну разве то делая же принц елки-палки что такое принца кстати забавно такой зверек какой-то нарисован это какой-то непонятный сильверстоун серебряный залив называется так неспроста он круглый год покрыт льдом лангский пан там не пройти лангский пан уже все полю все на них какая жалость мы могли бы показать вам чудеса скраймс скраймирстеда 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 нет не скраймирстеда скраймирстеда эта игра действительно вы не думаете что здесь есть как бы пошел и походовая боевка на самом деле она про диалоги еще одна игра про диалоги еще одна я тоже подумал что после шеда урана эти кстати тут каждый твой выбор влиять дальнейшее развитие сюжета то есть она не линейная в зависим между прочим в отличие от шеда уран да я даже думаю что если бы мы не спровоцировали толстом веселым по пойку то может быть у нас там как-то все при вас на закусь бы меньше ушло наполовину затонувший город которым который кишит драгами принц драги и ледники вы любите ледники а драгов драги и ледники лудин фыркает не скрывая презрение он отбрасывает полок по полок палатки и выходя раздраженно рявкает на свиту он никому здесь не нравится выместил он выместил такой знаешь не вороши осиное гнездо вогнера кажется ему здесь нравится не больше твоего провели еще несколько дней с этим мальчишкой дружище ты сам начнешь искать дерево чтобы повеситься просто улудина еще меньше терпения чем у хакана спасибо вогнер давай выдвигаться до верт ведрфелла еще полдня пути в лучшем бедра слова слова ведро легко нужно прочитать про лагерь лагерь это место где вы можете управлять своим караваном во время путешествия вы можете в любой момент войти в лагере нажав на кнопку лагерь как ни странно на интерфейсе каравана в лагере в городах вы можете улучшать своих героев кстати у нас там один в очереди улучшение а также экипировать их зайдя в палатку герои давай-ка зайдем в палатку герои я думаю а вот вы можете проводить время используя палатку для отдыха отдых повышает моральный дух каравана и истощает ресурсы до высокий моральный дух снижает потери в сражениях и влияет на вашу силу воли в бою каждый день тратится провизия так что отдыхайте только когда это необходимо то есть можно даже по идее как бы но довести караван до голода и каннибализма наверное возможно налога тренировки позволит вам безопасно попрактиковать обращение с любыми персонажами в учебной битве нажмите кнопку уйти в нижней части лагеря когда будете готовы продолжить путь у них довольно обширный такой лагерь то да он там какой-то он олень внизу даже олень внизу ух ты-то какой-то этапом олень и буйвол какой-то олень и буйвол я называю палатка героев да вот это в первую очередь ранение хорошо один или несколько ваших героев ранен и раненый герой могут рожаться но у них имеется штраф к максимальной силе равной количеству дней до излечения раны лечится с ходом времени у него один день всего поэтому вообще думаю не проблема щелкнуть и чтобы посмотреть его параметры повысить уровня также узнать о его навыках на щелкань этого лягушонка он самый первый гун 0 это мог такой с булавой суровый дядька поражает броню врага зуб за зуб тут даже показывается какой как она эффекты дает анимации тоже не показывать мошки показывает кстати очень хорошо тоже такой ход здесь очень много чего на баннерах завязано и даже вот основные параметры да вот эти они отображены в виде баннеров и видно как бы по размеру грубо говоря баннера видно какой параметр у него сильнее развит можно даже почитать информацию из из-за были персонажи background background здесь им всякие шмотки вставляются всякие там кулончики колечки и прочие ништячки interesting interest повышение да 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 уже у него очень удивлен на лицо по повысить уровень своего предмета у меня у него нету предмета окей продолжить это просто это наверное то что произойдет просто нам по хотите повысить уровень за 5 славы да конечно хочу все не применишь а я вспомнил систему у них ливела происходит примерно как бы по экспе но экспо начисляется количеством убийств то есть вещь у него два из пяти было два из двух то есть вот каждый в отдельности должен убивать как можно активнее чтобы повышать свои уровни вот так вот происходит 2 очка доступны ты видимо можешь параметры какие-то прокачать да да может здоровье воноке напишу я бы брони наверно накинула но с другой стороны вот у него здоровье это же как бы и силы одновременно а он с двором вот это вот вечная дирема между броней силой у меня у меня другой вопрос вот видишь на параметрах допустим 137 12 вот что это значит мне кажется это максимальный уровень точно наверное это текущее и максимальное значение скорее всего она обычно так пишется максимально вкидывайся куда хочешь мне кажется силу стоит прокачать ночью больше здоровья опять же тоже полезно утвердить теперь у него 17 сила будет близко к максимуму опять же так смешной будем так вообще он смотрит на меня он только что смотрел всегда с таким у него всегда лица летописца да даже в героях нету потому что потому что не герой он слишком круто потому что он летописец мирный мне кажется он как-нибудь потом профигурирует во внутриигровых роликах можно отдохнуть но я думаю мы не будем и так только что отдыхали что в тренировке у нас тренировки можно потренироваться безопасно то есть только с этими а где здесь же можно как-то количество народу в отряде увеличивать вот где это эти отряды и сразу бы что ли да ну нафиг мне кажется надо выходить из этого тренировочная палатка закончить тренировку во в любой момент прекращить прекратить смотри вот это вот то что у нас сейчас есть три рогача и один принц причем два из них собственно здорово ладно давай посмотрим что твою стрелка пусть при пусть принц берет на себя стрелка мне кажется да я тоже так считаю а против нас трое до 2 двое человеков один с двором тот с копьем стоит на где с копьем с копьем в центре нашей да я понял у нас трим рогатых мужика и как копье носится тут три противника один старом другой стопором и щитом и лучница ну двое человеков и один гигант да да ну давай заканчиваю о молодец сама подходит у нас запасом прям ударила хочет разбить броню ну правильно танку разбивает броню логично кстати вот по ум с копьем там даже это можно через клетку бить если мне память не изменяет бегем не помню но сейчас проверим дал до лудина когда дойдет увидим я думаю 90 процентов то есть шанс попадания еще можно промазать да можно или может по счету ему бить но для этого предложить но с другой стороны ну да можно по счету бить не велика разница потому что можно даже без усилия ужахнуть этот что придумает вы мне что не нравится то что он придумал сюда подойдет и ударим его хорошенько бить или уж лучше щиты ему выносить их мне осталось вообще да может быть есть смысл дофигачить ему броню ну и по крайней мере чтобы она все что-то выдумывает такая единичку ни о чем на единицу у него броня сильная просто в общем проблема так вот лучница меня раздражает сейчас мы подожди а как копьем как-то как там интересно копьем атакует копьем можно бить по диагонали прикинь как оказалось нет это у него вот а ну да копьем можно по диагонали а вот еще какая-то спец атака есть но и спец атака почему нет ты тыщ ого и оттолкнул красавец но он же копейщик толкнул потом ударит еще раз мне что-то вот судьба зелененького нашего как-то смущать начало мне кажется у снова час отмурыжит еще очень хорошо что здесь нет атаков и потяните суши какой-то спец умение у него есть посмотри что звоню спец умение поздно окей раскалывающий удар и что он делает раскалывает наверно скалывает написано раскалывающий удар подожди там было написано внизу ладно неважно почему-то себе броню отнял ну окей лучница помырла от старости от кровотечения от старости от кровотечения и старости чем только слабенький смысле наоборот почему-то к сны устойчивость так все я буду убегать круговым ударом бегу убегать бегать у него кругового удара как это не еду но вот смотри нету 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 он бессилен да наверно поэтому я буду убегать а вот сейчас есть отлично а ну конечно фазах фаза перемещения прошла но все зарубили до черта у него совсем мало здоровья было вообще-то он еще живой поведут нет так так близко не обязательно подходить ведь он же бьет на одну и через эту клетку неважно цель на а ну вот общему это фигнин кровотечение наносит что-то фигак на кровотечение то у меня что-то подгруз был на стримчике лягушонок помер жаль беднева что-то его видимо надо как-нибудь под конец использовать все шоке пишут что чтобы использовать умение нужно нажимать на перс они на врага на это примет так и делаешь тогда я так и делаю там просто пав по фазы вот это вот разделены на фазы ход поэтому мы не выполнили условия нужно было сначала пробежаться да нужно сначала движение использовать всем атаковать сразу атаковать он не может да такие дела нож закричал принц завалил великана отлично по ним будут ходить легенды ой остался последний а чей то ты не хочешь его бить я хочу чтоб ты может успел и хочет бить нет а почему 00 то он не показывает может уставший сильно отдохнуть надо просто у того броня 5 видимо 4 как не хватает но все странно конечно это может отдохнуть но мне не показывает отдых он просто может пропустить ход ну окей давайте а что такое чем почему я не понимаю почему 100 папа по нулям все мне на одну клетку подойдет но все поздно берем вон точно наверное отдохнуть нам было ну скорее все устал топором махать вот так гораздо лучше или тот полно вставал в счетовую оборону или чего-то может быть в общем может жить ну ладно затащили так или иначе вроде маленько разобралась чё куда кого теперь понятно что они со временем устают и что сначала нужно по-любому ходить куда-то чтоб потом бить она пошли дальше хотя по идее должно быть как-то должно быть возможность пропустить фазу перемещения и сразу прийти к фазе бою вот я тоже так здесь заморочек мне нравится этот желтенький банер но они так классно развиваются но причем он громадный такой прям настоящая зная полка но он там сколько козлорогих да и мы дошли до города кстати при этом ну или по крайней мере до кого-то населенного пункта мы нашли крестьянина нулевого уровня тот тот самый клянусь хадерборгом сколько варлов из-за пары голов скота чё пару дней назад отправил стрэнд донесения пропажи скота не ожидал что прибудет армия то есть он думает что мы пришли ему помогать он выглядит довольным пока до него не доходит что вы здесь не по его делу куда ушел ваш скот не могу знать мои ребята видели что какие-то люди тащили их в холмы мало на свете людей способных в одиночку утащить корову скалфинге может быть на них работает варл судя потому что сообщил наместник вряд ли я гляжу окрестности и прослежу за установкой лагеря у них есть свой фарл крестьянин крестьянин сплевывает его глаза тревожно оглядывают ваших людей разбивающих палатки он говорит дураки зачем вы их разбиваете лучше бы ставили мы попробуем мы попробуем хорошо с крестьянином все будет глубже посчитай до 10 про себя мы пробудем здесь не больше дня купим у тебя любую еду за серебро для сотен варлов вы серьезно сток серебра нету лишь то что вы захотите продать хотите встать на постой здесь не хватит места даже для пары охотников не говоря уже о сотнях здоровых мужиков с рогами заткнись слышите это где лудин что там происходит у них что-то происходит какие-то звуки видимо что-то случилось звук совсем слаб звучит как ляск оружие и что-то еще хакан срывается с места в бег